С начала июня самооборона медленно, но уверенно вооружает свои отряды тяжелой боевой техникой. По информации, которую каждый день публикуют различные интернет-СМИ, можно приблизительно подсчитать, какой же арсенал находится сейчас у ополченцев. Так, всплеск захвата танков, БТРов и другого тяжелого вооружения ополченцами приходится на начало июня. К примеру, 4 июня в руки к ополчению перешли два десятка амфибий. На одном из предприятий боевики начали процесс восстановления быстроходных танков. Амфибия была изготовлена еще при Советском Союзе. Некоторые из машин требовали ремонта, а некоторые были на ходу. Сейчас же большинство блокпостов ополчения прикрывают именно эти амфибии. А чуть больше, чем неделю спустя, 13 июня, издание News.ly опубликовало информацию о передвижении бронетехники в городе Снежно, что на границе Луганской и Донецкой областей. В частности, очевидцы видели три танка. По одним данным, это Т-72, по другим, переоборудованные Т-64. 17 июня в сети появилась информация еще об одном захвате. Глава Луганской народной республики Валерий Болотов заявил, что в результате боя в районе поселка Металист на крайне Луганска ополченцы захватили шесть единиц бронетехники. Что правда, три из них во время боя были уничтожены. Спустя два дня информационный ресурс «Новый регион» опубликовал материал под заголовком «250 единиц бронетехники ополченцы угнали с украинских баз резерва». Также в сообщении отмечалось, что представители непризнанных республик формируют первую танковую дивизию. Вся техника была добыта с украинских баз резерва под Артемовском, это Донецкая область. На этой базе хранится более чем тысячи единиц бронетехники от Т-34 и заканчивая Т-80. Имеется достаточно большие количества танков Т-72АВ, Т-72Б, Т-80, БТР-70 и 80, БМП-1 и прочая техника в самом разном состоянии. А уже 20 июня интернет заполнили сообщение о том, что в пять часов утра в Луганск вошла колонна бронетехники в подкрепление к силам ополчения. В состав колонны вошли колесные бронетранспортеры БТР-80 – шесть единиц, основных боевых танков Т-64 – около пяти единиц, грузовые автомобили «Урал» – семь машин, «КамАЗ» – три машины, «ГАЗ-66» – две машины в сопровождении автомобилей «УАЗ». При этом отмечается, что ранее в город въехали еще несколько танков Т-64. Вскоре начала поступать информация из границы, а именно сообщение о том, что ополчение ЛНР захватило несколько десятков единиц бронетехники вооруженных сил Украины в поселке Меловое. И похожая обстановка на западе области. Вот еще один материал опубликовал интернет-ресурс о захвате бронетехники. В сообщении отмечается, что это трофейные танки, которые движутся в проблемной участке фронта. Так, за месяц отряды ополчения значительно нарастили свою военную мощь. Если тенденция по захвату техники сохранится, то самооборона превратится в полноценное армейское формирование. Спасибо. Спасибо.